Добрый день, мои дорогие зрители! Ну что, как и обещала, у нас пошли домашние вложики, потому что ходить желательно никуда не надо, и нам советуют оставаться дома, и мы остаемся дома. Больше того, я стала работать из дома вот уже, по-моему, неделю примерно. Из дома работает мой муж, дети тоже все дома, в общем, мы все вместе, нам весело и прикольно. Есть в этом плюсы и минусы. Я должна вам сказать, что действительно есть плюсы и минусы в работе дома. Я сейчас попытаюсь так перечислить немножечко, что там хорошего, что там плохого. Если честно, хорошего больше. Мне кажется, как-то я никогда не работала из дома, и тут я поняла, что на самом деле работать из дома – это классно. Сейчас объясню, почему. Ну, во-первых, я хочу вот что сказать. Во-первых, я хочу сказать. Я призываю всех от всей души успокоиться и понять, что все плохое в жизни приходит и уходит. Может быть, это берет время, может быть, это берет какие-то, отнимает какую-то часть нашей жизни, которую мы хотели потратить на что-то другое, но это пройдет. Так же, как оно пришло, так же оно и уйдет раньше или позже, это все закончится. И наша жизнь вернется в наше привычное русло, и мы снова сможем выходить на улицу, ходить в магазины, гулять, ходить в рестораны, ездить, путешествовать. Я вас уверяю, что все это вернется. Нужно просто потерпеть сейчас какое-то время для того, чтобы это вернулось быстрее, чтобы наша привычная жизнь вернулась к нам быстрее. Мы просто должны потерпеть сейчас. И, в принципе, ну, я вам хочу сказать, что из моего личного опыта я переживала ситуации в жизни, которые были намного хуже, чем то, что происходит с нами сейчас. В наше настоящее время нужно просто перестать ходить просто так на улицу, просто так в магазин, остаться дома, остаться со своим телевизором, со своим Netflix, со своим YouTube, со своими близкими, и вам ничего не угрожает. Понимаете, это на самом деле не такая уже страшная ситуация. Я бы даже вообще сказала, что эта ситуация совершенно не страшная по сравнению с другими ситуациями, которые происходят в мире. Поэтому давайте будем смотреть на это точки зрения того, что мы все взяли какой-то тайм-аут, мы все взяли какой-то небольшой отпуск от нашей каждодневной рутины и немножко ее поменяли. И просто поменяли тем, что мы больше находимся дома, больше находимся со своими близкими, что на самом деле прекрасно, замечательно. Я считаю, что ничего страшного в этом нету, и все это переживаемо, и все это пройдет. Ну вот, такой мотивационный спич я произнесла. Надеюсь, что я вас немножко смотивировала, и надеюсь, что я немножко поняла настроение. Теперь я хочу сказать по поводу работы из дома. Я работаю из дома, у нас никогда не было возможности работать из дома, ну, то есть не то, что не было, была возможность, ну, поскольку работать в офисе нам удобнее, потому что у нас производство. Я работаю в тяжелой, тяжеленькой промышленности, как в этом время была легенькая промышленность, но у нас тяжеленькая. И там производство, я работаю в инженерном отделе, мы должны делать чертежи, мы должны саппорт наше производство, если у них какие-то вопросы, они приходят к нам и спрашивают, мы делаем дизайн, они делают по нашему дизайну, производят то, что мы дизайнируем, так сказать. И работа из дома, конечно, сопряжена с разными митинги, конференции, все это достаточно сложно производить, разговоры, переговоры с сотрудниками по работе и, так сказать, вопросы к начальству или к нашим маркетингам, снять какие-то вопросы, которые... Это достаточно сложно, но возможно, потому что существует Skype, существует iPhone, то можно сделать FaceTime, WhatsApp, ну, в общем, у нас есть какая-то наша местная компания, сеть, по которой можно видеозвонки делать, видеоконференции и так далее. Ничего в этом нету страшного, это все реально и возможно, это все решаемо. Прелести работы из дома. Значит, во-первых, я экономлю 2 часа в сутки, 2 часа своего времени, которые я тратила на дорогу, потому что я всегда стояла в пробках и мне всегда было довольно сложно добраться до работы, хотя я работаю достаточно близко, но пробки всегда и трафик, и, в общем, вместо полчаса я всегда ехала час на работу, то есть сейчас 2 часа в день. Я экономлю, я могу поспать лишний час, а утром лишний час, который у меня образуется от того, что я не должна добираться, я могу делать шесту дома, приготовить ужин, я с удовольствием это делаю, потому что раньше я приходила с работы, и мне нужно быть бегом-бегом. Во-первых, я приходишь человек уставший, приходит с работы, после часа стояния в пробках, после рабочего дня, нужно все бросать и бежать что-то на кухню, начинать что-то делать, так хотелось отдохнуть, и так было, в общем, это все не в кайф. А сейчас с работы из дома, я вот заканчиваю работу свою в 4.30, и, значит, иду на кухню, начинаю готовить, это классно. Я нахожусь, мой муж тоже работает из дома, и я нахожусь вместе с ним и с моими детьми, которые сейчас не ходят ни в школу, ни в калыч, мой старший сын. И мы много общаемся, честно, вот мы в обед, например, когда мы себе устраиваем перерыв, мы с мужем пьем чок-кофеок, разговариваем, знаете, это приятно, раньше этого не было, мы общаемся с детьми. И вот, кстати, если вы сейчас слышите какую-то стрельбу на фоне, я не знаю, если слышно, то это не то, что у нас там стреляют на улице, это мои дети режутся в свои видеоигры. Вот, у меня сейчас перерыв, я решила записать видео в мой перерыв, я немножко остановилась тут работать, и решила записать видео, вот, рассказать вам о прелестях и недостатках работы из дома, потому что недостатки тоже есть. Так вот, я заметила, что я намного меньше устаю, может быть, потому что я не должна ехать в машине, может быть, потому что я вот встала, села за компьютер, и потом закончила, я могу в течение своей работы что-то сделать дома, там, взял какой-то перерыв, понимаете. Ну, не знаю, мне это очень нравится, я даже буду поэтому скучать, дай бог, чтобы настало то время, когда мы начнем скучать по работе из дома. Вот, я надеюсь, что эта вся ситуация не ударит очень больно по экономике, конечно, ударит это без вопросов даже, не ударит очень больно по экономике, что мы сохраним наши рабочие места, и мы сохраним нашу работу, и мы сохраним наш доход, и наш лайфстайл, и наш уровень жизни, он станет ниже. Наверное, станет, я, в общем, как бы не хочу никого пугать, но я предвижу, что, конечно, это все не пройдет бесследно, и мы какое-то время должны немножко затянуть пояса, сократить наши требования, наши возможности, видимо. Ну, что делать? Если надо, то надо. Знаете, случаются в жизни ситуации, нам не привыкать. Я человек, прошедший две эмиграции, могу вам сказать, что затягивание поясов, это для меня уже как бы, ну, бывает, ну, сейчас затянем, потом растянем. Такая жизнь, зебра, черная полоса, белая полоса, не конец света, главное, чтобы все были здоровы и живы, а все остальное мы переживем. К минусам работы из дома я отношу непосредственную близость холодильника, доступность моего милого друга холодильника, потому что на работе я ем то, что я приношу с собой, свой ланч и все, то, что у меня есть, то есть. Я не держу на работе, там, какие-то сухарики, печенюшки, прянички, хотя многие это делают, но я специально этого не делаю, потому что, когда сидишь, работаешь, ручки так и тянутся в ящик, в коробочку, там, печеньку смолотить или, там, пряник, что, в общем, ну, как бы немножко шоколадку тоже люблю, вот, маленькую. Так что на работе у меня ничего этого нету, а дома вот получается так, что я возле вот, вот, вот моя кухня здесь, вот мой холодильник, иногда вот чайок налил, давай, значит, а там шоколадки есть, в общем, орешки и все это вот это вот. Вот, и это, в общем, нехорошо. Это, я считаю, что это самый большой минус работы из дома, что вот нахождение поблизости к запасам, так сказать. А запасы же мы все сделали, мы же ожидаем конца света, то есть запасы мы имеем. Еще один недостаток, это то, что, ну, как-то, знаете, когда ты никуда не выходишь из дома, то, о, сынок пришел. Да. Привет, Бенечка, я снимаю. Да, так вот, к минусам, я отвлеклась, сын пришел, и я продолжаю тут бегать. Вот, недостатки, недостатки жизни в карантине, когда дома все находятся, и я пытаюсь снять видео, а у меня тут... Вот, ну, короче, значит, когда ты находишься все время дома, то ты немножечко опускаешься, в смысле внешности, я имею в виду, знаете, когда нужно ходить на работу, ты утром встаешь, причесываешься, красишься, одеваешься, идешь такой весь красивый, значит, все хорошо, прекрасно, замечательно, и вот так, когда ты работаешь из дома, ты утром встаешь, краситься не надо, одеваться не надо, и, в общем, и ты, в общем, причесываться тоже можно, особенно не причесываться, и ты потихонечку превращаешься в такую, знаете, такую растекшуюся такую массу, которая сидит в спортивных штанах, пьет кофе, хомячит печенье, и, в общем, я очень не люблю такое состояние, но по неволе получается, что как бы вот, ну, да. И я должна сказать, что первые несколько дней я, ну, вот я вставала и даже начинала работать, я сидела вообще в своем банном халате после душа, и даже не переодевалась, и, в общем, ну, совсем-совсем, а потом я облизала свои спортивные штаны и спортивную кофту, и вот таким вот, знаете, немножко таким тюленем сидела тут, и не красилась, и даже ужас того, что у нас будет конференц-кол, и меня увидят ужас в ненакрашенном виде. мои сотрудники не заставляла меня накрасить лицо, и, в общем, даже как-то немножко энджойла это, знаете, я отдыхала от этого вот каждодневного вот этого приведения себя в порядок, чтобы он всегда выглядеть как-то хорошо, и все такое. И я даже немножко, мне это понравилось, но через несколько дней я начал, как-то, знаете, меня это немножко начало напрягать, потому что ты видишь себя в зеркало, ты смотришь на себя, и ты думаешь, что-то я постарела вот прям буквально за последние три дня так сильно, то есть, или что со мной, я потолстела, я постарела, значит, я плохо выгляжу, кораулу, спасите, а на самом деле просто как бы когда человек сидит дома, он не очень приводит себя в порядок, и как бы вот, ну вот, таким вот опущем сидит, вот, ну и это не очень хорошо. Бэн? Ну, подойди, покажись, тебя знают, мы с тобой салат оливье делали, к Новому году, тебя еще помнят, возможно, мои зрители. Ой, детки мои. Вот, отвлекает меня вот проблема, да. И я, вы знаете что, я, я, конечно, вот сегодня я в полном мейкапе, потому что я решила снимать видео, а так, на самом деле, я, конечно, этого не делаю, но я стала одеваться, я перестала, значит, носить, я утром встаю, я, да, одеваюсь в моихолад после душа, но после этого я одеваюсь, я нашла себе несколько... Сыночка, не шуми, пожалуйста. Я нашла себе несколько аутфитов, которые, знаете, вот немножко домашних, очень casual такие, очень удобные, и в них легко находиться дома, и в них легко сидеть и работать, ну, чтобы это не было уже такие спортивные треники, спортивная кофта, а что-то такое более, очень casual, но более какой-то такой, знаете... Я вообще человек, который любит наряжаться, одеваться, выглядеть хорошо, примерять разные тряпочки, вы знаете, я люблю одежду и люблю вот это вот всё, и для меня, как бы, вот через несколько дней нахождение в трениках в спортивной кофте стало тяжело, и я решила, значит, подобрать себе какой-то гардеробчик, так сказать, для работы из дома, и вот одевать его каждое утро. Ну, в общем, что хочу сказать? Я хочу вам показать то, что я надеваю утром, когда я встаю, и как будто бы иду на работу, то есть спускаюсь вниз из спальни сюда, а на самом деле я работаю... У нас есть кабинет, но офис в доме, но офис скупировал мой муж, потому что он первый начал работать из дома, и он начал работать там, и он его, в общем, как бы занял, вот, и я работаю... А я расположилась... И потом он работает на большом десктопе, на большом компьютере, потому что у него тяжёлые модели, которые требуют больше памяти компьютера, более мощного компьютера, и он там сидит и работает, а я расположилась в нашей гостиной, где у нас стоит стол обеденный большой, где мы обычно принимаем гостей, и вот я тут положила свой лэптоп, свои книжки, бумажки, тетрадки, записи и так далее, и вот я отсюда работаю, и это, кстати, вот намного ближе к холодильнику, к кухне, не надо спускаться с второго этажа, я сижу на первом этаже в районе кухни, и это, конечно, всё очень усложняет. Ну, как я уже говорила, это проблема немножко, да. Так вот, я одеваюсь, спускаюсь сюда и, значит, работаю в какой-то такой одежде, ну, не совсем вот в чём-то, в чём я сейчас сижу, я вам хочу показать свои аутфиты для работы, я не знаю, покажу их в этом видео или, может быть, следующее сниму, зависит от того, как долго получится. В общем, я сейчас это всё сниму и потом посмотрим, или я выложу это отдельным видео, или я включу это в это видео, потому что, если будет очень длинное, я не хочу выделать очень длинное, потому что люди не любят. Хотя, сейчас у всех много времени, все могут смотреть. На всякий случай я с вами попрощаюсь, потому что, если я мои аутфиты выложу в отдельное видео, то как бы это будет отдельное видео, и тогда я уже с вами буду прощаться и сейчас. Ещё раз хочу сказать, мои дорогие зрители, мои дорогие друзья и девочки, которые меня смотрят, и мальчики, ну, девочки в основном, конечно, всё будет хорошо. Поверьте мне, человеку, прожившему достаточно много лет на этой земле и видавшему всякое, бывают в жизни моменты, когда кажется, что конец лета, и всё очень плохо, и ничего хорошего в нашей жизни не будет, и эти моменты проходят, и жизнь возвращается, и всё становится снова хорошо. Надо только немножко потерпеть. И я точно могу сказать с высоты прожитых мое лет, что это не первый, не последний случай, когда вот такая вот катастрофа вселенская и так далее. Да вы, наверное, и сами знаете, потому что меня смотрят, судя по аналитике Ютуба, женщины, примерно моего возраста. И вы прекрасно тоже знаете, что в жизни бывают моменты, когда кажется, что это всё, это конец света, и потом всё возвращается на круги своя, и всё становится снова хорошо, и мы как бы вспоминаем эти моменты, какой-то такой, знаете, не то чтобы... Ну, в общем, мы шутим, мы, в общем, немножко прикалываемся по поводу... Да, вот вы помните во время войны, а вот вы помните во время эпидемии, вот то же самое мы будем говорить через несколько месяцев. А вот вы помните, как во время эпидемии, что было и как было, и мы будем смеяться, и мы будем шутить на эту тему, и мы будем вспоминать, да мы и сейчас шутим, если честно, мы продолжаем шутить на эту тему. Потому что, как говорила Джоан Риверс, по-моему, я точно не помню, кто, но, по-моему, это говорила она, что если вы не можете решить проблему, то вы должны шутить над ней. Вот это тогда превращает в шутку и в смех, это как бы проблема становится не такой ужасной, понимаете? То есть то, над чем мы можем шутить, это всё ещё... Это выглядит намного менее ужасным, прискорбным и катастрофическим, чем это есть на самом деле. Всего вам доброго! Целую, вас люблю! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Надеюсь, что все у всех будет хорошо, будьте все здоровы и всего доброго! Увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока, бай! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok